Шикотан – сказочно красивый далекий Курильский остров, до которого не так-то просто добраться. Совсем недавно он прогремел на всю страну из-за проблем с выплатой зарплаты на рыбокомбинате «Островной». Сейчас предприятие буквально получает новую жизнь. Как здесь обстоят дела, нам удалось убедиться лично. Наш прилет удачно совпал с прибытием к причалу рыболовецкой шхуны. На ее борту 35 тонн свежей сайры. Это вторая партия рыбы за последние несколько дней. После смены руководства и вынужденного простоя, консервная линия на предприятии запустилась 16 сентября. И вот новая партия сырья. Приятный момент не только для рыбокомбината, но и для поставщиков. Конечно, конечно. Это больше рыбаков радует, деньги зарабатывают. Ну и, соответственно, завод рад, что где-то сам рыба пошла. 35 тонн – цифра для «Островного» на самом деле скромная. Предприятие способно обрабатывать и 500 тонн в сутки. Но, тем не менее, количество серьезное. Если перевести на баночки. 250 грамм в банке минус голова. Грамм 350 на банке. 300, наверное, даже. Ну, считайте. 35 тысяч разделить на 300. Много. Зампред областного правительства Игорь Быстров, директор «Островного» и основной инвестор, генеральный директор компании «Курильский универсальный комплекс» с причала отправляются в цеха. Всего их пять. Это завод Еврокласса. Консервированная сайра всегда была визитной карточкой «Островного». Качество выше всяких похвал. Из бункеров свежая рыба по линии отправляется в цех, где ее чистят и разделывают. Смена у рыбообрабочиц долгая и трудная. 11 часов. Я с Хабаровска. Работа тяжелая здесь? Вот здесь на резке именно дача. Вообще здесь, в принципе, все процессы тяжелые. Но резка очень тяжелая. Потому что здесь и в воде постоянно, и с ножом, и, можно сказать, грязный сигнал. Рядом с работниками из Хабаровска ловко орудует ножами женщины из Кемерово и Владивостока. И, конечно же, местные жители. Каковым себя относит и Татьяна. Четыре года назад она приехала с Алтаем. Признается, до шокотана морской рыбы в глаза не видела. А сейчас она начальник смены. И состава унижать не собирается. Нас много. Мы здесь уже коренными жителями местными стали. То есть мы не уезжаем. Мы здесь живем. Мы здесь завелись семьями. И сейчас, конечно, новые обливания. То есть новый, как говорится, кислород у нас. Звучит громко, но шокотанская сайра действительно поставляется в 27 стран мира. Включая Европу и Соединенные Штаты. Цех, в котором работает Татьяна, принимает готовые к переработке тушки. Здесь сайра укладывают в стандартные баночки. Специальный автоматизированный комплекс их герметично закатывает. И по ленте конвейера почти готовая продукция движется к следующему этапу. Банки укладывают в специальные клетки и отправляют в автоклав. Где при температуре выше 120 градусов под паром сайра доходит до нужной кондиции. После банки остается лишь упаковать в ящики и отправить потребителю. Островной только за одну смену способен произвести 56 тысяч банок. Цех заработал. Пошел выпуск готовой продукции. Люди очень довольны. С привлечением судов, квот на этот завод, на островной комбинат. Конечно, будущее у этого завода очень большое. Сайра – это лишь малая часть того, что способны перерабатывать предприятия. По большому счету, островной готов работать на любом сырье – сардинь до кальмаров. Нужно лишь модернизировать мощности, запустить работу в две смены и набрать побольше людей. К этому здесь постепенно подходит инвестор. Курильский универсальный комплекс планирует вложить в выздоровление островного около полутора миллиардов рублей. Приморские партнеры – обеспечить рыбокомбинат сырьем, а правительство региона – поддержать инициативы бизнеса. Но главное – социальная задача уже решена. Все долги островного погашены, а люди стабильно получают зарплату. Мы считаем, что совершенно верно определились с инвестором и с теми людьми, которые там будут работать. Они решают, в первую очередь, задачи сегодняшнего дня. Там есть живое население. И вот перспектива строится уже не вместо этого, а на этом месте. В дальнейшем мы также планируем приобрести собственный флот в размере не менее трех судов, для того, чтобы производство было наиболее рентабельным. И совместно с Росрыболовством мы запланировали на следующий год научно-исследовательские работы в Южно-Курильской подзоне. До конца года островной будет стабильно получаться перерабатывать сайру. Все баночки пока будут поступать на внутренний рынок – от Дальнего Востока до центральной части России. Но уже в ближайшее время рыбокомбинат будет готов расширить производство и стать настоящим центром развития прибрежной рыболовной зоны.